Партия в Норсгард 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 что тут рядом что-то господи что новое здание какие-то да кстати лёш тут типа появились новые юниты типа лучники не найдет уже или нет нет еще если что такое vip интересно действительно требуется весь сейчас он тренинг кэмп нужен любом случае один так так это вот этих волков убить в первую сейчас я а если будет стоять староживая башня то волки будут на нее нападать или будет проходить мило они нападают на ближайшие на самом деле просто на ближайшие если ты поставишь сторожевую башню прямо рядом с местом где волкеры то они будут на нее сначала нападать я обычно башню ставлю на оборот поближе к своим лагерь волку вот тут все это огорожено отлично пока тут что да тут еще медведь один волк я надеюсь что я его одним завалю посмотрим должен а я могу разведчика убрать одного да выбери его и обратно в этот в ратушу так колонизируем и строим здесь сразу охотничью что еды еда нам нужна пока все неудобно закрутал начинается дождь паса камеру неудобно не очень не так ну что может этого раненого тоже сделать воином и попробовать этого медведя двоими завалить Он кого-нибудь одного из них убьет, наверное. Так, ну пока развитие, блин, еще волки. Просто медведь-то не будет на меня нападать, а волк будет. Может, лучше волка я сначала этого. Мочкануть. Так, два охотника. Да, давайте я, наверное, этого вот раненого сделаю тоже воином. И они у меня два раненых пойдут с этим волком разбираться. Одного он, наверное, завалит все-таки. Ладно, тогда пошли еще с тем медведем попробуем. Но медведь, наверное, обоих все-таки зовут. Медведь, он сильный. А если не завали, тогда я эту область колонизирую, и еще будет олень, еще жрачка. Это очень неплохо. Ну давайте, ребята. Не. Извариант. Ну, пускай. Все-таки они раненые, у меня нету хиллера пока. Господи, кто-то уже напал на меня. Все, нормально. Так, давайте одного жителя науку получать. Да, не за руковь не тут дают, по-моему. Или это у меня бонус-клана какой-то такой. Так, наведи на свой ник, и тебе будет написано, что там у тебя. Да, да. Что тебе дается. Так, оказывается, волки будут меня, это оказывается очень даже хорошо. Так, я вот думаю, колонизировать. Так, что у нас? Давайте Sharp Access. Заостренные топоры, а потом Кукинг Мастер. Да. Мне надо апнуться во второй уровень. Для этого нужны деньги и камень. Так что, вот эту область колонизируем. И будем камень тут добывать. Так, где-то постройка. Так, и мне еще один домик надо построить. Так, зима настала. Ну, минус один, плюс два, нормально. Эту зиму мы переживем. Зима на твой, как подлак, хороший был. Да, да. А у меня всегда подлак, когда зима начинается. У вас нет? Ну, не такой сильный, не знаю, наверное, третий секунды такой вообще ощутимый был. Да, вот эта территория тоже классная. Тут и камень, и олень, и олень, и но медведь сильный. Да, не, в общем, на высоту луки агрятся. Кто первый не стреляет, на того не нападают. Пока денег нету, тренировать воинов нет. Так, добывай камень. Блин, он будет отсюда периодически нападать. Ой, да, камень добывай. Так, где меня тут скаут? Слушайте, ну я еще до сих пор мой скаут ни одного из соседей не нашел. Да то же самое. У меня тут вообще вокруг эти то могилы драугров, то пещеры волков, то медведей. Кстати, тут прикол, что будет в конце, как в Циве будет показываться развитие. Вы видели, да? Да, да. Уже минус по деньгам пошел, надо строить торговый пост. Тут наверное торговый пост и заодно башню. Я не счастлива, чьяна, плана, как его осчастливить? Ну ты посмотри, что он несчастный. Он ранен, наверное. Так. Маркетплейс. А вы сколько? Три области колонизировали или больше уже? Я уже четыре. Кстати, очки не показываются, между прочим. Или это пока не встретил? Ты можешь, но очки не показываются, но в рейтинге видно типа. Вот если на свой ник нажать, то там открывается табличка, где видно, кто чего достичь. А как мне вот купить металл за золото? Тебе нужно это в третьем пост. Да, но это на втором уровне только. Нужно прокачать еще. Да. То есть да, и маркетплейс. То есть третий пост, может быть, ты можешь подработать, но это и маркетплейс. Так, значит, камень скоро будет. Да, сюда надо добычу дерева и добычу денег. Ну, сейчас кончится зима, появится еда. Нормально. Еще одного виллайджера в деньги отправим. Надо медведя убивать. Чтобы убить медведя, надо набрать денег на воинов. Трех воинов, я думаю, хватит его завалить и поставить тут добычу еды. Да, сейчас минус идет по еде, но я хочу, чтобы вот эти минеры, шахтеры, камень весь собрали. Потом я их отправлю чисто еду тут собирать. Ой, я кого-то тут увидел. Голубой. О, колец вон. Да, да. Это я. У меня с моим разведчиком твой стоит разведывать рядом. Да, точняк. Но я отсюда далеко. Я отсюда через раз, два, три области. Тут между нами столько драугров. У меня вообще все окружено ими, я даже не знаю как. Ну, стой, стравь. Блин, ставь военный лагерь. Мочи их. Мочи их. Мочи их. Военных золота нету, чтобы купить этих активников. Металл нужен. Что-то мне ничего счастья не дает, никакие. О, ноль. Пошло по счастью. Потому что родился житель. Не знаю, как добычу еду увеличить, если у тебя нет тут локации? Никак. Да, вот это проблема большая. У меня просто вот одни оленя в локации и все получается. Все остальное пустое. Можете силосы построить, кстати. Что? Не, у меня плодородную землю, где вот это нужно. Так, а силос, силос тоже на втором уровне же? Я. Я его. А, точно на первом. Извиняюсь. Силос это что? Там такая в затрениях такая на бочонок. Так, наш миссилос надо построить. Что-то я. А, склад все. Сглупил. Ну вот это даст турист одну еду дополнительно и все. Ну не знаю, меня сейчас это спасает. Короче, вообще-то все. Как-то апаемся. Так, здесь все. А знахари сами себя лечат? Добыто. Кстати, интересно вопрос. Да, лечат. Так, до зимы, я думаю, сейчас я этого медведя завалю. Мне нужен еще один воин. Сколько он будет стоить? А, два из двух. Слушайте, они уменьшили количество воинов. Раньше было три воина на начале, а теперь два. Да ладно, серьезно? Да. Два из двух. Я, конечно, не знаю, может это какая-то особенность моего клана, но по-моему да. Да, реально два из двух, слушай. Блин, так я сейчас этого медведя не завалю. Ну сейчас попробуем. Блин, еще и вылечился. Он законно для овец построил сразу туда, попробовал. Да. Эти хиллеры нужны. Так, ну что, у меня проблемы начинаются, значит. Вообще, я, конечно, могу просто пивоварню построить. Где она тут у нас? Денег сейчас не ходу. Все, у меня скауты убили, я тут никого еще не нашел. Потому что надо счастье поднять. Потом еще хиллеров надо, чтобы хотя бы одного. Чтобы лечил. Блин, ну и медведь лечится, в чем проблема? А на волоков в соседней территории нельзя нападать простыми рабочими, да? Нет. Ну, я даже не знаю, а как колонизировать, если я вот, волк стоит там. Давай, 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 ребята. Как построить военность, у тебя нету железа. Отлично. Ой, это, короче, обычный. Мин, 120. Молвка и наказал, он становится военность. Все, все. Вот это ты просто. Как это, давай, не дошел? Так бы уже развился давно. Да, ну я... Я опасаюсь сейчас колонизировать эту область, потому что будет очень суровая зима. Мне не хватит еды. Пускай пока так будет. Хижину хиллеров бы неплохо все-таки забубенить. Во, волки какие-то сильные стали. Так, кого мы апнем? Я сейчас могу апнуть либо хижину дровосеков и... Давайте, наверное, ее апну. Так. Больше... Больше денег. Да, давайте больше денег. Апаю хижину охотников. И туда еще одного жителя. Так, тебе мне бы найти, где железо. Я вот не вижу, например, нигде железо. Так, как бы мне дерево хватило. Так, пока я ничего не строю. Все. Дальше пускай зима пройдет. Тогда будем строить. Эту область себе. Захватим еще две овечки, кстати. Женщины, воины, в армии звучат так себе. Интересно назовем это так. Ну, Кайзер, ты уже пять областей, да? Колонизировал. Да. Да здесь проблема не в колонизации областей, а в населении. Домики строй. Боли тебе населения. Ну, как бы у меня домики стоят. Все. Чуваки в пивной чисто счастье повышают все. Мне нравится у них функция пивной. Просто повышение счастья. Два чувака сидят, пьют и повышают счастье всем вокруг. А мы жалуемся на людей, которые там сидят с пивком. Ну, ну. Они, кажется, полезные вещи они занимаются. Так. Ну, че, сейчас суровая зима будет. Не все выживут. Вы подготовились к зиме? Почему на суровая будет? Ну, посмотри на восклицательный знак. На 50%. А, ничего, у меня все много. Так еще ж не началось. Сейчас начнется, и тогда ты посмотришь. Ну, я вроде сделал запасы, посмотрим. Ну, я сделал запасы по населению, но сейчас придохнет половина. Самая, пока, не очень удачная вещь, это то, что, короче, когда начинается тут сильная зима, то что на картине ничего не видно. А что ты хочешь с вами видеть? Не, ну, если, допустим, с кем-то там повоевать, надо будет или что-то. У меня, кстати, уже скаута убили. Мой на команду на меня напал. Кто на тебя напал? Там волк какой-то неадекватный. О, все, ушел. Видите, минус 15 еды, минус 9. Ну, это должен, по идее, я выжить. Должен вытерпеть эту зиму. Потом мы сразу копим еду и вот эту область колонизируем. А вот еще область, кстати, с пшеничкой у нас. Но тут надо драограф поубивать. Там, кстати, пошло, в среде сильно посел. Ну, вот об этом и речь. Он после восказательного знака. Вот видишь, над картой идет временная шкала. Может навести восказательный знак? Снижает продукцию на 50%. И увеличивает и в два раза потребность к дереву. Так, у меня все жители. Домов не хватает пока, но я обожду. Зима должна кончиться. Блин, сейчас я уже волнуюсь. Может быть и не хватит. Да нет, должно хватить. Вот уже конец. Вот здесь. Я думаю, все путем. Переживем мы эту зиму. Так, что я следующее? Наверное, следующее оружие буду открывать. Потому что там много драться надо будет. Да, и что воинов ограничено? А, да. Да. Ну, ты апать потом можешь. И там какие-то новые здания появились. Ну, это они дома, блин. Тридцать три. Да, да. Я смотрю на уменьшение еды и дерева. Тридцать еды осталось. Пять из дерева вам хуже. Голоды не просто не работают. Тридцать, дерево, а ничего типа подобное. Я пережил. Я тоже. Фуф. Значит, 3D оставалось. Да, это было... Так, давайте мы... Нет, я не буду пока дом строить. Я хочу вот эту территорию колонизировать. 120. И... Тут мне надо будет дерево, чтобы оленей добывать. Кстати, волки стали по два нападать. Погон. Да, да, у меня постоянно по два нападают. Блин, дальше. Нет, все-таки оружие. Ну, тут с другой стороны вот следующее мне очень нравится. Все здания, которые проапгрейджены, еще одного жителя можно посадить. Что, давайте лучше к этому пойду. Я уж как-нибудь с оружием разберемся. О, желтый Тана получил. Между прочим. Желтый, кстати, очень неплохо. Ты посмотри, у него и территории больше. Он же сверху меня. Ну, у него прям территория хорошая. Он и еду производит на ферме. Сразу попалась. У меня там дровобы стоят, и все. Так, колонизируем и строим тут. Олени и силос. Блин, напали все-таки драугры. У меня хиллеры нужны. Так, где тут? Так, руки. Блин, убили одного. Так, мне надо тут хижину хиллеров будет еще построить. Или тут даже лучше, чтобы не нападал никто. Сколько тут можно строить? А, две только, блин. Значит, я тут силос не могу построить. Потому что, сначала камень надо собрать. Жаль. Слушайте, а давайте я убью этих воинов, пока у меня денег дофига. Я этим впереди нападу. Все, нет у меня воинов. Так, ну я могу здесь башню поставить. Так, а тут что будет? Землетрясение. Надо будет дерево, чтобы ремонтировать. Землетрясение перед зимой, то что надо. А титул Тан, это что, откуда у вас? Когда ты открываешь из технологии. Нет, Тан, это когда ты 200 славы получаешь. А, да, 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 точно. Ну, у меня и 300 было славы, видишь? А, да, сверху, слева сверху. Так. Здесь добычу дерева. Это кто победил? Кого ты победил? А? А, я поколонизировал территорию, оказывается, они сдохли. Глядя, я с ними торговал. А там что, компьютер какой-то есть еще? Ну, как нейтральное существо такие может быть. Овечек надо по одному везде, потому что они в каждой области снижают... Снижают потребление дерева. Так, а где у меня еще можно... Тут нельзя. Тут можно увеличить количество зданий, но я не хочу пока плать. Хотя, почему бы и не заплатить, между прочим... Вышка сторожевает, это глупо. Она стреляет только на одну свою территорию, она соседний не стреляет. Ну и нормально, баланс. Она у меня впритык стоит к соседней территории и просто не стреляет. Крем под ней волки бегают, а ей все равно выглядит глупо. Ну не прям уж все равно, она волнуется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, сейчас построить больше домов. Так, во-первых... Стоп, это что такое? О, так еще появилось здание, которое овец дает. А где-то ты? В стандартных самое последнее. Нет, загон для овец. Это куда овцы, типа, уходят и еду тебе производят? Ты правда туда? Да. Ну я его уже давно построил. А у меня его нет, самое интересное. Ну вот, нет, это указан. Это, по-моему, у вашей расы, по-моему. Да, прикольно. Ну откуда овцы, братья, без понятия? Овцы, они сами на карте есть. Так, улучшу... Охотника. Охотников. Чтоб больше давал. Ора, тушу. А, все. Отлично, у меня 8 охотников. Это... Это трындец, как хорошо. Еще силос надо улучшить, и я буду постоянно фистинг запускать. Фестивалить вовсю. Так, еще здание надо вот здесь. Я как раз... Э, все, если дом, дом. Как раз именно здесь я улучшал для этого. Так, что еще улучшить? А, блин, хиллера не достроил. Улучшу... Улучшу, наверное, дома лучше. И инструмент... О, у меня минус по золоту пошел, ай-яй-яй. Охотник. Охотник. надо здание ремонтировать да да ну как надо пытаться найти просто кликаешь на иконку пожара и она тебя переносит колонизирует в область скаута обещал мне волк сыграл всех христиан там вообще хаос творится а у меня вроде все норм так обратно в пивную повышаем счастье куда ты пошел вот исследуй тут что-то дадут дофига всего походу я плохо развиваюсь с ними очень так мне нужно видимо так marketplace больше сюда это прогреть иди больше сюда жителей с деньгами как-то кто-то меня атакует кто-нибудь видит атаку еще надеюсь он раньше этого исследуют так все тут все добыли значит этих минеров превращаем обратно в жителей достраиваем хиллера и одного в хиль в хилку посадим но 100 денег и 50 науки норм могут отбирать эту территорию я не расстроюсь теперь оружие прокачиваем так следующее будем апать пивнуху так тут все застроено тут можно одно здание построить тут все застроено ну что будут нападать на эту территорию да ладно овечка не атакует как этот уходи но у меня хиллеры уже есть так что все нормально будет блин теперь портал и еще появились но вот там где будет восклицательный знак вот в тот момент появится драугры оттуда из каждого портала один вот такая и мы с тобой контакт получили описано что ты на 20 процентов продвинулся к победе а у меня вообще тут все плохо у меня бедные недовольные бегают ратуши улучшить просят у меня ничего нету ну а кайзер у нас по научной победе идет ну а если на рынок посадить персонажа он золото будет приносить да да все рынок торговый пост все золото приносит так прокачаю оружие сейчас драугры будут тут появляться на идет быстро убивать да силос я так и не смог про апгрейдить нужен еще камень а вот камень а вот железо то есть надо колонизировать эту область и постепенно сюда продвигаться они долго с порталов выходят ну вон искусительный знак когда будет сейчас вы сейчас будут выходить вот и вышли ты рад так все пускай лечится два воина мне никого не убили еще один прет три из четырех три из четырех так лесорубов мне достаточно давайте 1 отправим пив пивасик пить от другого деньги добывать может сейчас этот пейпер победит уже 33 процента у него написано сколько населения у каждого 25 23 у меня 14 тут короче я по ходу про втыкал из-за счастья они не производится нового поселенца до этот момент я проглядел чем больше счастья тем они быстрее производится получается 0 минус 1 постоянно и я не знал так тут 4 тут 4 дерево мне пока не надо давайте еще в хиллеры и не пойду сейчас захватывать он тут один раз так играешь и уже все понятно как одну игру достаточно чтобы все убило ну да 4 4 я сейчас вот в эту сторону иду и она вот эту область и вот эту захватить пусть и тут есть камень и железо еще искал и плюс еще круг камней которые будут науку мне давать я не могу себе позволить такую роскошь как скаут все путем пока сейчас вылечит воинов и пойдем дальше на своей территории как вылечились надо вот эту сначала территорию захватить буду так действовать одному убиваются отхожу на свою территорию все лечимся о поселенцы пошли делать так ну этого мы отобьем так наверное тут надо домик построить так что мы тут возьмем баррикады да ваши жители типа сильнее крысы могут пожрать еду но у меня все силус где еда стоит так что нормально так воинов полечили блин у них зимой минус 30 процентов к силе отлично а у вас армия из скольки этих состоит воинов из тебя из тебя из тебя мне просто на меня 4 драуга напали вот этих и как их отбивать у него благословение фреи у кого? у желтого у желтого не про то что вот как вот 4 драугров отбивать как апгрейдить тренировочный лагерь чтобы у тебя больше было юнитов или строить там еще какие-то здания появились да не сильно отстал по развитию из-за из-за счастья ну давай все так сколько 200 будет стоить нормально так так скаута убили в очередной раз так значит сюда можно двух чуваков науку исследовать и двух а 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 сейчас мы что и сейчас еще зима кончится нормально можно будет нападать на эту область а все теперь добыча вот тут граница черного то есть такие но тут у нас эти такие скалы что не не пробраться по ул по ул он 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 я вижу даун подкрадутся так Ну, у тебя уже 59% победы, так что... Это откуда и в честь чего? Это у Кайзера, да. Кайзер, расскажи, откуда и в честь чего. Я, это не Кайзер. Так я говорю про Кайзера, у Кайзера 59%. Ну, у него за счет науки, во-первых, а во-вторых, за счет славы. Ну, типа мне тут за волков достаточно дают. Кайзер, расскажи, что это за счет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...